Когда мне это надо было, то я методом цыка пробую ошибок и не знал, где это и как это сделать. Условно это много времени. Окей, страдочки есть? Я попрошу вас, давайте просто настроим пространство. Давайте-ка настроим пространство, то-то я всегда делаю для того, чтобы нам лучше. После соседей, пожалуйста, в удобную позицию, удобную позицию, чтобы вас не напрягало. Желательно прямым позвоночником. Делайте глубокий вдох, заходите глаза, сядьте удобно, да, ручки кверху, очень, да, относитесь к верху, чтобы у нас пространство здесь чистка хорошая. Делаем глубокий вдох. А, телефончики вытащите, чтобы нас не отвлекало. Недленно глубокий вдох, удержка дыхания и медленно глубокий вдох. Продолжайте дышать все-таки на ритме. Время выдоха постарайтесь заточиться своим внутренним «Я». Дайте вопрос, который вас больше всего беспокоит сейчас. и старайтесь услышать ответ, который может быть в форме звуков, ощущений, картинок. И давайте вопрос, который вас больше всего беспокоит. Все ответы находятся внутри нас. Нам нужно их только услышать. Мы знаем все. Наше познание, узнаем все. Наше внутреннее «Я». Она знает, что она может делать. Полностью здесь услышать. Нам только нужно научиться его услышать. Хватит быть здесь и сейчас. Посточки на голову. Жу. Посточки на голову. Хорошо. Я знаю, что она может делать. Полностью здесь услышать. Протопознать, расчесывая макияния. Посточки на голову. Посточки на голову. Посточки на голову. Посточки на голову. Мы продолжаем говорить своем внутреннем «Я» и слышим так ли это, которое нам приходит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот представьте, что этот человек прямо шаг за шагом, вот есть этот человек, которого вы обидели, вы к нему подходите и шаг за шагом. Подхожу, обнимаю и прошу прощения. Обнимаю, и как прошу прощения? Лёшечка, прости меня, пожалуйста, я так не хотела, не хотела сделать себе неприятно больно. Да, но если я чувствую свою вину, а если не чувствую, то, конечно, уже как-то не хочется просить прощения. Как вы тогда себя ведёте, когда вы не чувствуете, что виновата? Когда не чувствую, ну, наверное, обижаюсь, думаю об этом, пытаюсь понять, виновата ли я, или говорю ему, что это ты, там, что-то… Твоя проблема, ты виноват, да? Да, это ты, там, кто не сделал, так или так не сделал. Да. Попытаюсь, в принципе, поговорить, ну, адекватной быть хотелось бы, да. Не кричать, не ругаться, но прощения не всегда прошу, да. Хоть где-то я и понимаю иногда, что я не права, но хочется сделать же кого-то виноват. Конечно, себя всегда сложно признать. Запишите, пожалуйста, какие основные шаги вы делаете, когда вы просили прощения? Развучите, расскажите, как у вас ситуация, как вы просили прощения? По шагам? Да, прям по шагам запишите, что вы прямо вот сначала сделала то, потом то, сказала это и так далее. И вообще, посмотрим, где у нас проблемы. В моем случае, ну, как бы я сделала выводы, ну, не скажу, что сделала выводы, но делаю выводы, что, наверное, раз я так сделала, значит, это должно быть. Но все равно, если я чувствую вину, то я, ну, стараюсь, как говорится, часть греха снять в себя и попросить прощения. Поэтому подхожу, естественно, прошу, на что мне говорят, а, ты всегда так до самого последнего момента дотянешь, а, потом прощения, прощения просишь. Или, ну, там, доведешь, а потом просишь, сколько можно одно и то же. В общем, короче, я получаю в ответ кучу всего, что мне потом естественно не хочется просить прощения. Ну, я как вот обелка. Я забываю, что было такое и в следующий раз опять начинаю просить. Ну, в общем, такое ощущение, будто мне до сих пор лет двадцать или пятнадцать. То есть, ну, как бы я не чувствую возраст, а не чувствую. У нас прощения, как просите, прощения. Вам это интересно? Нет. Представьте. Я даже дома была выписывала. А, да. Тем более. Все-таки до вас и привело. Да. Меня ждали, мы вас ждали. Здорово. Как вас зовут? Вера. Вера, а вас? Лена. Лена. Ярослав. Вера. А мы тут начали сейчас о том, что… Мы сейчас рассматриваем о том, что вы вспомнили то, что… Как вы просили прощения раньше, что у вас не получалось, почему не получались, когда вы просили прощения. У вас какая проблема? Что вас не могут просить или вы не можете просить? Прощения… Ну, вообще-то я не могу просить. Вы не можете просить. Отлично. Но бывало так, что вы просили и вас не могут просить? Бывало. Она всегда взаимосвязана. Она всегда взаимосвязана. Если я не могу прощать это правило, я не умею просить прощения тоже. Потому что мы, как правило, просим прощения так, как мы хотели, чтобы просили у нас. Как мы хотели… Да, да. Духовный коучинг. То, что, скажем, blow out your mind, то есть поможет вам, ну, наверное, по-другому просто посмотреть на вот все то, что происходит в нашей жизни и с нами, что происходит. То есть это вот где-то 15 минут, я так называю, духовный коучинг, который просто помогает нам по-другому посмотреть на все, что происходит вокруг нас с точки зрения принятия. Да. Это самое первое. То есть если мы научимся принимать, тогда нам намного проще, чем вспомнить. Но это было в конце. Сначала мы изучим технику, холодным, трезвым, как мы это должны делать. Четко. Когда у нас есть техника, потом к этому еще добавим эмоциональное состояние, духовность, эго, и мы будем знать, как это решать. Доставайте свои дизольки, где будем писать, потому что мы будем писать обязательно, потому что у вас осталось что-то хорошее. Окей. Итак, значит, как вы думаете, что вы сказали, что вы не всегда просите прощения? Что мешало вам просить прощения? Ну, раньше я для себя сделала перфекционисткой, сделала для себя выводы. Я, наверное, неправильно прошу прощения. Мне хотелось узнать технику правильного прощения. чтобы мне показали, где-то что-то найти. С другой стороны, меня так лень останавливало. И, в принципе, понимаешь, что иногда, наверное, не надо. И вот мне муж показал, в частности, по поводу близких же людей, да, прежде всего. Да, самое больное. Что иногда не надо лезть в душу. Вот не надо. Вот просто помолчи. И это уже будет как прощение, как попросить прощения. Но мне, в принципе, ну, так как я до определенного момента, да, да, да. То есть, вы считаете, да, что вы пришли к такому выводу, что, скажем, я сделал что-то не так, я не лезу со своим прощением. Оно просто так вот, let it go. То есть... Само пройдет. Само пройдет, типа, да? Нет. Просто, как бы, нужно знать, когда подойти. Так. Так. Прочувствовать вот это состояние. И чем это определяет, когда подойти? Состоянием. Ну, мы, в принципе, уже очень долго вместе, поэтому, да, ну, как бы, уже давно пора научиться. Как он мне говорит, давно пора научиться, у нас ребенку уже столько лет, да. Вот, ну, как бы, но все равно, ну, я не знаю, я не знаю. Мне бы хотелось, конечно, как-то так вот это сглаживать. Как вы думаете, что не хватает? Вот почему, вот как вот здесь, а что? Вот я хочу сказать, что вы думали, для чего я не хочу. Я не хочу вам сейчас сразу дать готовый рецепт. Ну, понятно, да. Что выключение мозги, тогда оно лучше вам отойдет, чтобы вы на себя это примели. Вот мне не хватает терпимости. Лично мне не хватает терпимости. Терпимости к чему? Терпимости к тому, что вот если я вижу, что он выбрасывает свой эмоциональный заряд, помолчит. Ага. Это тогда, когда вы его обидели? Ну, тогда, да, да. Это когда вы на такое непрощение, вы еще его вините, что типа что-то на меня... А, нет, 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 нет. Нет, мне бы хотелось, чтобы я его обидела, а он у меня просил прощения. Мне бы, конечно, хотелось тогда. Если женщина не права, просто попроси у нее прощения. Ну, ничего, вам многих семьи хорошо было. Нет, ну, раньше это работало. Как, что работало? Ну, по молодости, мы еще не были женаты, или там первые года жизни, или ребенок там год, два, пять, десять, там еще, как-то это срабатывало. А потом... Как срабатывало? Ну, ты виноват, ты это самое, тара-тата, ну, извини, там, всякие там подарки, увечрения, и все нормально. Вот то, что вы делали, да, типа, там, ну, там, поцеловала, там, и забыл, типа, забыл. Как вы думаете, что это, что вы делали? Вот когда, типа, ну, вот человеку что-то не нравится, он так проглотил, ничего не сказал. Ну, типа, ладно, я простил тебя. Ну, типа, ну, ты там меня поцеловала, обняла, там, что-то вкусное приготовила, и я, как бы, забыл. Раз, два, три, а потом эта фишка уже не работает. Было такое? Ну, да. Как вы думаете, почему? Ну, пошло в привычку, просто-напросто. А вот именно вот я хочу вы access konse��ную внимание, подумайте, вот когда я вот так вот делаю, когда я не решаю вопрос, а просто там вот замапывали, там, секс, да, обычно там... — Ну, надо послушать, поговорить человеку. Ну, это да. Это же со временем ты понимаешь, что нужно поговорить. Also, поговорить! А, что надо говорить! Ну, это надо выслушать! Выслушать! Почему? Почему обиделся, почему? Обиделся, так, замечательно. Ну, причина какую-то. Так, что ещё? Почему ты там делала? Почему он там делал? И, ну, как близкие люди считают, делать выводы. Потому что меня, например, упрекает в том, что ты ходишь на всякие курсы, ездишь на всякие фестивали, а выводов не делаешь. А ты же психологи скажешь, ты должна все узнать. Вот эти фотокаты, ты же все должна знать. Ты же вообще психолог. Ну, в принципе, в этом есть доля правды. Поэтому, как бы, не лезть на рожон, это я сделала выводы. Это не значит проглотить обиды и не просить у него прощения за то, что я виновата. А как бы действительно дать времени выждать и попросить прощения тогда, когда надо. Потому что нужно подобрать время, когда нужно начать прощение. Либо подобрать время, либо чтобы прошло время для того, чтобы я садзнала и даже не прося прощения сделать кто-то. Давайте это запишем. Видите, мы сейчас с вами все не скажем. Я вас просто подвожу. В теории все понятно, понимаете? Практически сейчас это все будет практически. Практически. Итак, мы... Первое, что мы делаем, мы что? Осознаем. Осознаем, что есть проблема. Да? Мы осознаем, что проблема есть. Что если я не осознаю, что проблема есть, то что мне париться вообще думать об этом? Ну, я не виноват, а что вообще об этом буду думать? Что? Она шла по дороге, раздавила муравья. Ну, что? Идусь я дальше. Кто мне об этом что говорит? Я не вижу, что я проблема. Какая у вас ситуация? Скажите, пожалуйста, что у вас происходит? Ну, она же у меня... Я стараюсь все-таки, все обиделась, что я высказываю. Говорите на твоей сумме. Да, добре. Я свои проблемы не высказываю, но ответ у меня, вот что думалось, высказывает, что я не знаю. Непринятие, да, есть вот такие, что не открываются. Ну, не с усема, конечно. Дети, то нормально. У вас есть проблема простить, да? Проблема простить? Есть. Проблема простить? А что больше? Проблема простить или вот прощать, когда вот обидела человека, но что-то мешает? Что вот у вас больше? Я скажу так. Если родная человек, совсем близко. Мы ждем, что она должна понять. Нет, не так просто. Я прощаю, может даже там любиться. Занадко. Да, в очередь в себе. А вот если как посторонняя человек, я думаю, не справедливо, потому что вы меня обидели, потому что я не буду простить. Вот как-то у меня дали, что так сильно. И почему вы вважаете проблема в том, что вы не согласны простить человеку? Или не согласны, а просить пробачивание? В чем проблема вважаете? Я тоже не знаю. Может, с детством, с мамой, может быть, такие отношения, я долгий час не могла поговорить про это, дать людей про это. А какие мысли возникают, когда я думаю, что я начну говорить с человеком, какие мысли возникают, что меня бракует по этому, что с ним станет, что меня палкой будет бить, или холодной водой обливать будет? Не зрозумяю. Что вы вважаете? Да, не зрозумяю. Не зрозумяю, да? Да, да. Добрый, не зрозумяю. Тут нужно, кажется, познакомить делать. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, как бы вы считаете, если бы у вас просили прощения так, как вы его хотели просить, могли бы вы просить человека? Да. Ну да, наверное. Напишите, пожалуйста, каждый из вас, как бы вы хотели, чтобы у вас просили прощения. Как же, вот как я прощу. Вот, как я прощу. Как я прощу. Вот прямо по шагам, вот полностью. То есть вот не то, что я там задобрила, да, там я проглотила, там, ну простила, там на самом деле оно ушло просто подсознание. А как бы я хотела, в самом деле, чтобы вот оно мне ничего не осталось. Чтобы я вот, как будто этого не было вообще. вот идеальное состояние. То есть просто так это ситуация. Ну я тут же быстренько замазали, исправили, по-моему, все честненько. Я как бы ни гримушки не осталось, что я что-то обиделась на человека. Не надо, чтобы люди не осознало. Продумайте, вот осознание. Видите, мы все сходим. Первое, осознание. Да вот пишите карты, пожалуйста. Пишите сейчас будем, мы сейчас будем прорабатывать. Возможно, мы еще что-то найдем, что-то новое, особенное. Прямо все шаги прошли? Ну, я написала, что я, что люди напросли. Вот то, что вы написали, карте себя, да, карте себя работает. Вы написали, представьте теперь, что, вот то, что вы, что человек приходит вот с этим к вам, вот с этими шагами, просите ли вы его сто процентов? Да. Супер, сейчас мы это посмотрим. Сейчас проверим. Тест пройдет. Наверное. Каждый думает о себе. Чтобы прочувствовать, поставьте его на себя. Напишите себя в это состояние. Представьте, что человек пришел к вам вот с таким подходом. Мы сейчас можем от обратного сделать. Представьте сейчас себе, напишите, как вы просите прощения по шагам. Раз, два, три. Как вы, каждый из вас просит прощения. А потом мы повернем назад. Представим, что кто-то другой пришел с такой же техникой и просит у меня так прощения. Будет ли это работать для меня, да? Мы всегда ставим себя в роль моделяции. Как это с другой стороны? Ок? Запишите, как вы, шаги какие вы делаете. И тогда, я думаю, вам придет сейчас мысль на то, что я тут потерялась. Ничего не скрывайте, ничего себе не приписывайте. Будьте честны сами с собой, потому что это все для вас. Прямо по шагам. Начинаю, вспомнил момент. Последнюю там ссору. Как вот была ссора? С чего? Допустим, считайте, что вы виноваты. Неважно. Считайте, что вы виноваты. И вот что вы делаете? Прямо так и пишите. Первое. Самый первый момент. Все, поссорились. Пум. Что пошел дальше? Какие мысли? Какие действия? Зачем? Стрелились. Пум. Помните, здесь ситуации, в которой часто отличается как вы чаще всего вы здесь будете. Как вы просите прощения? Кто готов? У меня это работает только с близкими очень. А вот как вы сказали, с чужими людьми, я ж не подойду, не поцелую, не обнюю, как-то так. Мы сейчас говорим о технике, которую мы сейчас делаем, если мы ее будем на близких людях работать, то... Да, мы сейчас на близких людях, а потом мы ее можем адаптировать на людях посторонних, конечно, по-другому это будет, что везде когда-то с близкими, и давайте начнем с того, что с близкими людьми, кто нам ближе всего сначала, да? Скажите, что у вас написали? Как вы просите прощения? Ну, сначала я осознала, подумала. Так, здорово. И о чем вы думаете? Думаю ситуацию эту обрисовываю, ставлю его на свое место, себя на его место. И что вы хотите узнать в этом случае? Ну, почему он обиделся, например? То есть, виновата ли я, да? Ну, в любом случае, в любом споре, я так думаю, что виноваты оба. Прекрасные отношения, вот это замечание. Это, на самом деле, так оно и есть, потому что оба создают ситуацию, друг друга учат. Но часто мы обычно ведем другой стороны. Он как-то мне так среагировал, может, я что-то не так выразила, как надо было или как хотела бы. Здорово. Потому что он немножко там, ну, не сразу, может, первую секунду, а надо осознать. Так. Вот. Подошла, обняла. Пытаюсь с ним поговорить, попросить прощения, чтобы он высказал свое фе. Так, чтобы он высказал свое. Что ему там не так. Что ему не понравилось. Да, что ему не понравилось, я ему рассказываю, что я хотела сказать. Может быть, я как-то не так сказала или... Так. Или не так он воспринял, может, какие-то или резкие слова. Или он что-то там сказал, не так, как я ожидала. Ну, в общем, друг друга пытаемся... Ну, в основном, если, например, я прошу прощения, то я больше слушаю. Если он просит, то он старается выслушать то, что я высказываю. Дальше что? Ну, и... Пытаюсь в будущем потом уже при аналогичной ситуации думать, прежде чем делать или говорить. Так, то есть вы тем самым, что вы делаете? Вот это, пытаясь на будущее, чтобы аналогичной ситуации... Я делаю выводы какие-то. Так, выводы, и что это значит? Чтобы не делать больше. Не делать больше этих особок, да? Какое, с таким решением, вот что мы сейчас говорим, вы сейчас это все знаете. Просто сейчас мы пытаемся осознанно, что у вас было осознанное отношение к этому. Когда у вас будет осознанно, что я делаю на автомате, вы тогда это сможете контролировать. Да? Когда я осознанно понимаю, что зачем должно быть, что я делаю в самом деле, и я вижу эту схему, если я вдруг в пылу страсти где-то что-то потеряла, какой-то пунтик, и он уже вижу, оп, не работает, поэтому прощения нету. Пунтик потеряла. В пылу страсти, просто эмоции. Но когда я холодна, я трезво оценяю. Окей, надо этот шаг, потом второй, потом третий, пятый, шестой, восьмой. Чего-то потеряла, я уже не работаю. Да? Поэтому сейчас, находясь в трезвом состоянии, мы можем трезво оценить, спокойно, чего должно быть и что работает, и чего не хватает. Когда я себе составлю эту схему, я ее отработаю, запомню, и тогда уже, когда такая спидаца есть, я буду знать, чего там... Так, Вась, подожди. Я тут что-то... Забыла. А, этот пультик я сделала, это сделала. О, вот этот забыла. Так, садись, слушай, сейчас я буду... Вот сейчас я тебе вот это буду раскрыть. Закреплю. Да, да, да. А ты пока сиди. А ты сейчас должен как бы кивать головой, понял? Вот киваешь головой, значит... Так, не, ты не так киваешь, вот так. Поэты в машину. Да, 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 да. Ну, а потом мы это наполним содержанием, да, нашими чувствами, и тогда будет полная схема. Итак, дальше. Значит, вы становитесь на то, что вы... Я пытаюсь сказать ему, что я больше так не буду. Больше так не буду. И он больше так не будет. Так, и просите, чтобы он так же тоже... Ну, вот если он так среагировал резко... Ага. Вы ждете, чтобы он сказал, что он тоже так не будет больше, да? Ну, постараюсь попросить его, постараюсь, а так не говорить. Запишите, пожалуйста, этот момент, стараясь... Ну, я просим на него внимание. Это вот как раз то, чего нам нельзя делать. Минусом поставьте, мы его обсудим, да, чтобы мы его обсудили. Нельзя ожидать, нельзя ожидать, что партнер будет просить меня прощения. Кто пришел просить прощения? Я? Или я пришла требовать прощения от него, чтобы он простился? Дальше, что еще делаете после этого? Ничего. Все. Окей, cool. И теперь сразу вам вопрос. А вы все слушайте, просто применяйте все на себя. Смотрите. Значит, я осознала, что есть проблема. Супер, классно. Это первый шаг. Есть проблема. Ну, если я подумала и проблемы нет, то, в принципе, какой смысл что-то... Делать. Да, что-то делать. Проблемы нет. Значит, первый шаг для того, чтобы начать изменение, процесс изменения. Я должна осознать, что есть проблема. Я виновата. Первая, есть проблема, потом я подумала и осознала, что я виновата. Значит, окей, следующий шаг. Я должна просить прощения. Здесь я начинаю обдумывать. И вот вы правильно сказали. Я обдумываю. Я подумала. И что я там надумала? Во время процесса обдумывания, что вы делаете? Ну, обдумала, решила, что действительно я в чем-то не права. Надо пойти разобраться. Так. И как я начинаю разбираться? Да, и я начинаю разбираться. И как ты начинаешь разбираться? Ну, подхожу и обнимаюсь и говорю, что там... Я была неправа. То есть я начинаю процесс... Я была неправа. Процесс... Можно сказать, что этот процесс уже пошел извинения? Да. То есть я первая. Понял, что есть проблема. Подошла. Обдумал, что есть проблема. Признал, что я виноват. Да. Теперь думаю, что надо просить прощения. Надо что-то делать. Надо что-то делать. Да? Надо просить прощения. Делаю прощение. Прихожу, делаю прощение. Так? Да. После того, когда я попросил прощения, что остается незаконченным? Простил ли он, да? Да, отлично, молодец. Простил ли он? Часто что бывает? Он молчит, ничего не говорит, ну, вроде бы, ну, ладно, ладно, ну, хорошо, ты подсказал, все нормально, типа, а что, а здесь оно отсюда ушло сюда, и куда подсознание, и оно накапливается, часто перекапливается, переполняется, потом бобар большой.